И посмотрим на пару стихов, которые говорят о том, что Христос на самом деле был Богом. Первый стих интересный это Евангелие Туана 1.1. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Значит, здесь возникает один сложный, интересный момент. Значит, в оригинале это звучит примерно так. Так, эм, архе, эм, хо, логос, хай, хо, логос, эм, роз, тон, тон, тон. Значит, дословно это звучит таким образом. Дословно переводится в начале было слово, и слово было... Тут вот сложный такой момент, потому что слово прос обычно переводится как к, да, то есть, как бы дословно это переводится из слова было к Богу. Ну, в русском переводе слово было к Богу. У Бога и Богом, или, ну, Бог, по-русски, да, было слово. Значит, интересно, что, обратите внимание, в греческом тексте последний вот этот оборот, он выглядит несколько иначе, чем в прорусском. То есть, у нас слово было у Бога, слово было у Бога. В греческом оригинале слова наоборот стоят. Слово было у Бога, и Бог было словом. Значит, что нас интересует в этом тексте? В этом тексте есть такой замечательный момент, который называется определенный артикль. Определенный артикль мужского рода, который называется ХО. Вот пишется он вот так. ХО. По-гречески. Значит, что обозначает определенный артикль? Если вы изучали французский, немецкий или английский, то вы, в принципе, знаете, что такое определенный артикль. Это частица, которая указывает на то, что речь идет о чем-то определенном. То есть, именно вот он. Никакой другой, только он. И, соответственно, у нас получается такая вещь. В начале было именно вот то самое слово, о котором идет речь. Ну, и явно речь идет о Христе. И то самое слово, то есть Христос, было у того самого Бога. И Бог без определенного артикля было это самое слово. Главный вопрос, в каком смысле слово называется Богом. То есть, что значит Бог без определенного артикля приметелено в слове. Светили, рассуждая с прямотой людей, которые знают английский язык и не знают греческого, считают, что раз здесь нет определенного артикля, значит, слово Теос в данном случае не определено. То есть, слово было у Бога, и Богом в каком-то абстрактном смысле было слово. Они даже пишут его с маленькой буквы. И Богом было слово. Однако, интересно, что в то же самое время они цитируют работы специалистов по греческому языку, которые говорят о том, что вот в такой связке это слово имеет такую специальную для греческого языка окраску, который называется качественная. То есть, слово носит качественный характер. Что это значит? Это значит, что в данном случае Иоанн пишет, что слово было у Бога, то есть Отца, и таким же Богом, как Отец по природе, но не им самим, было слово. Имеет такой же вес, или такое же качество. Такое же качество. Да? Ну, еще раз. Слово было у Отца, и таким же Богом, как Отец, но не Богом, Отцом, было слово. Значит, у нас получается учение о Троице в одном флаконе. Да, ну не совсем о Троице, потому что Дух Святой не упоминается. Но сама Суд здесь есть. Одна природа и две личности. Да? Потому что если бы, если бы, Иоанн сделал то, чего хотят от него свидетели Игулы, и поставил бы сюда ход, артикль, получилось бы, что слово было у Бога Отца, и Богом, Отцом, было слово. Да, то есть тогда этот текст проповедовал бы Мадалию Савильянства. За счет того, что Иоанн убирает отсюда определенный артикль, и ставит это слово в качественное значение, получается, что он одновременно утверждает то, о чем мы с вами говорим. Одну сущность и две личности. Можно сказать, что авторитет этого слова имел такой же авторитет, как и Бог, только Богом, соответственно, не было слова. Нет. Исходя из этого текста сказать нельзя. Потому что вот это объясняется, это означает, что по качеству это было таким же, как то, о чем идет речь. То есть там речь идет не о авторитете, не о власти. Сейчас я попробую объяснить так. В русском языке есть способ выразить это слово абсолютно точно. В английском языке его нет. В русском языке он есть. Называется творительный поддержка. И слово было у Бога, и Богом было слово. То есть оно не было отцом, но оно было Богом. Одна божественная природа, но две божественные личности. Вот о чем идет речь.